Совет директоров новосибирской сетевой компании включает представителей мэрии и совета депутатов города. Это сделают, чтобы улучшить взаимодействие с энергетиками. Сибирская генерирующая компания в прошлом году не выполнила ряд пунктов концессионного соглашения. Ситуацию сегодня обсудили с мэром. Александр Сульдин продолжит. Вложить 77 миллионов рублей в ремонт котельных должна была сибирская генерирующая компания. Вложили только миллион 800. Две котельных вообще закрыли. Правда, потребители этого не почувствовали. Тепло исправно поступало от ТЭЦ. То, что касается котельных. Все мероприятия, сделанные в прошлом году, четко были в соответствии с актуализированной схемой 2018 года. Закрытие вот этих вот трех котельных муниципальных, оно нашло свое отражение в схеме актуализации. На самом деле, то, что уже можно было переключить, переключили. Перевод домов, которые греют котельные на отопление от ТЭЦ, идет планомерно. Закрыто 15 локальных теплоисточников. Некоторые из них работали даже на дровах и солярке. Некоторые периодически отключали из-за проблем их собственников. ТЭЦ, например, четвертая по мощностям не загружена, равно как и ТЭЦ пятая не загружена по мощностям. Он должен грузить и грузить. Заинтересован в этом муниципалитет? Да, заинтересован. Энергетикам напоминают, они закрывают котельные, которые стоят сотни миллионов рублей. Как возместить финансовые потери муниципалитету? Этот вопрос еще предстоит обсуждать. Решение станет основой нового консессионного соглашения. Прежнее уже устарело, признают и представители мэрии, и генерирующие компании. Еще один вопрос к энергетикам. Почему не проложили циркуляционные трубы в Пашино? Директор новосибирского филиала СГК уверяет, проблему решат в ближайшее время. Очень важно, что генерирующие компании признают невыполнение. Более того, берет на себя обязательства исправить положение. Кроме того, еще раз подтвердили, что не будет ни одного отключения локальной котельной без согласования мэрии города Новосибирска. Еще одно решение – ввести в Совет директоров новосибирской теплосетевой компании одного из подразделений СГК, представителей мэрии и Совета депутатов Новосибирска, чтобы укрепить взаимодействие энергетиков и власти. Александр Сульдин, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.